Почему мы до сих пор с президентом России, уже вышла на наш уровень, не договорились по нефти? Но потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам высшей мировой. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем, и нашли. Пусть даже будет дороже. Обвальное падение цен на нефть и сложности с ее экспортом в Европу и Китай, похоже, вынудили Кремль подписать капитуляцию в нефтяном споре с Белоруссией. Это же не бездесмен, это же беспредельщик какой-то. После трех месяцев почти полной остановки поставок на белорусские НПЗ, из-за которой Лукашенко начал искать альтернативных поставщиков из Казахстана и США и грозил запустить в реверсном режиме трубопровод «Дружба», Россия возобновит снабжение Белоруссии в полном объеме, сообщила пресс-служба правительства РФ. Говорят, вот, Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет, он не будет там покупать норвежскую, американскую, саудовскую или азербайджанскую, венесуэльскую нефть. Буду! В ходе телефонного разговора премьеры Михаил Мишустин и Сергей Румас отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, которое учитывает взаимные интересы сторон, говорится в сообщении Кабмина. Новое предложение в Минск поступили на днях от России, рассказал сам Лукашенко на совещании с правительством. «Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти», — обратился он к главе президентской администрации Игорю Сергеенко. «Давайте конструктивно». «Давай. Только прессовать меня не надо, ладно?» Тот, как сообщает госагентство Белта, подтвердил слова Лукашенко и добавил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы. «Может, о делах поговорим? Давай поговорим. Давай поговорим. Ну, говори, а дела наши очень плохие». С марта нефть поступает на белорусский НПЗ по рыночной цене без премии. Помимо компаний группы «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева, начались поставки еще пяти российским предприятиям. По итогам марта Минск планирует закупить для двух своих НПЗ около миллиона тонн нефти. Ранее Беларусь приобретала российскую нефть для Мазырского и Новополоцкого НПЗ по льготной цене за счет отсутствия экспортной пошлины, поскольку обе страны входят в Евразийский экономический союз. Однако после проведения в России маневра налогов размер этой скидки начал снижаться. «Война идет, понимаете, а вы болтовнёй занимаетесь». По оценке белорусской стороны, в 2019 году страна потеряла около 330 миллионов долларов, а за период 19-24 годов издержки могли превысить 10 миллиардов долларов. «Может, и похуже жить будем. Не будем, не волнуйтесь, ушли те времена». Минск настаивал на пересмотре формулы цены нефти для белорусских заводов, чтобы компенсировать тающую льготу. «Давайте просто реально посмотрим на вещи». «Давай, посмотрим». Москва, в свою очередь, увязывала нефтяные льготы с углублением интеграции. «Так что ваш старпёр думает, что вот так просто? Можно прийти, наехать и подмять доктора под себя?» В июне 2019-го глава Минфина Антон Силуанов объяснял. «Наша позиция в том, что нам необходимо принимать комплексное решение, которое бы касалось видения нашей дальнейшей интеграции в части союзного договора. И тогда мы будем понимать и орбиту наших финансовых отношений. Просто так выхватывать какие-то позиции, компенсацию, налогового манёвра, кредит не совсем правильно. Всё это нужно смотреть в комплексе». «Кремль предлагал Белоруссии дешёвую нефть и газ за утрату суверенитета и вступление в единое государство», говорил Лукашенко в феврале 2020 года после очередного раунда переговоров с РФ. «Я это всем говорил, кто приходил ко мне за этот год, но все какие-то глупые тут. Место, видимо, такое». В руководстве России намекают на присоединение в обмен на единые цены на энергоносители. Но ни белорусские, ни российские народы никогда не захотят пойти по этому пути. «Всякие политические, наднациональные органы, объединения, как предлагалась 31-я карта, я сказал, мы это не обсуждаем. Путин со мной согласился». «Они понимают интеграцию как поглощение Белоруссии», – говорил Лукашенко, добавляя, что это не интеграция, а инкорпорация, на которую Минск никогда не пойдёт. Вот, Наталья, хочу вас спросить, как у нашего белорусского коллеги. Всё-таки, насколько реалистична вообще идея о том, что Белоруссия как государство перестанет существовать? Что на её месте появится какой-то федеральный округ в составе Российской Федерации или Российская Республика по образу Татарстана? Или просто часть некого союзного государства, как об этом, только полноценного, как об этом говорят многие российские медиа? Или всё же это такие страшилки для того, чтобы белорусское руководство делало всё, что хотят в Кремле? Угроза, безусловно, есть, оккупации Белоруссии. Но я знаю, что белорусы будут бороться, и они не превратятся в одну из республик Российской империи. И будут отстаивать свою независимость, потому что на протяжении 25 лет белорусы боролись за свою свободу, за демократию. Огромное количество людей прошли через тюрьмы, многие потеряли жизнь, здоровье, но не покорились. И точно так же, я уверена, будет случай, если Россия попытается захватить Беларусь. Напомню, что как раз недавно один из лидеров белорусской оппозиции, кандидат на предстоящих выборов президента Николай Статкевич, заявил о том, что в случае, если Россия попытается оккупировать Беларусь, то она получит второй Афганистан. Это, скажем так, реалистичный прогноз, господин Астанкевич, о своем бессмертии? Есть две вещи, о которых надо напомнить в рассуждениях по поводу такого сценария развития. Во-первых, надо всегда помнить историю и помнить о том, что в Беларуси всегда шли очень ожесточенные, кровопролитные сражения, которые касались или вопроса независимости, или этнического вопроса, или территориального. Причем это были сражения жесточайшего характера. Нужно просто даже последние исторические фрагменты вспомнить, чтобы не ослабевать внимание на этот участок. Это даже не Украина, это надо хорошо помнить. Второе. Путину не нужен Беларус, потому что Беларуси нужно беспокоиться. Его нужно налогами обеспечивать, иц. Но разве это не происходит в последней действительности? Путину нужен ресурс Беларуси. А 9 миллионов беларусов, в конце концов, элементарно нужно кормить, одевать и так далее. Да, они будут себе рады давать, но все равно это забота. То, что он использует сегодня Лукашенко, как элементарный инструмент раздевания беларусов. Путину нужно что? Военные базы, форпост для атаки Европы, создания угрозы, для создания угрозы Украине и так далее. Вот что ведет Путин в этой ситуации. В конце концов, просто зависимость Беларуси, территориальная зависимость Беларуси от политики России, для того, чтобы давлеть над миром, над Европой и так далее. Причем это подтверждается даже документами НАТО, Европейского Союза. Вспомните меморандум Варшавский НАТО, о котором говорится о Беларуси как о слабой территории с точки зрения безопасности для Европы. Это действительно так. Потому что, как бы НАТО не создавало систему безопасности в Центральной Европе, вот эта брешь, она всегда была исторически. Вспомните, от похода у Наполеона до операции Багратиона. Одна и та же история. Это место, где прорывались или в одну сторону, или в другую сторону. Здесь не имеет значения. В информационном плане или в вооруженном плане и так далее. Даже с точки зрения тех двух авиационных баз, которые сегодня есть на территории Беларуси, это огромнейшая угроза Европейскому Союзу. Субтитры создавал DimaTorzok